Всем привет! Сейчас попробую вам быстро показать, как я размещаю груз. Планируем грузить доломит в Норвегию в количестве 5601 тонны. Здесь у нас все данные по суду. Тропикал, фреш, саммар, винтер. Это у нас, значит, по маркам, какие у нас осадки. Фреш-вотер-эллоуэнс. Это поправка на пресную воду. У нас здесь она 0.133. Вообще, у нас сейчас зимняя марка до 31 марта стоит. Ставим 5.62. Но это никого не интересует. Нам все равно грузится почти по 5.8 метра. Причем у нас, в общем, максимальная осадка не должна превышать 5.8 метра. Желательно лучше на ровный киль выйти. Значит, откуда-куда. Хаммерфол, Амстердам. Дата. Драфт-сервей. Когда на драфт-сервей какая у нас вода, соленость. Когда начнется погрузка. Потом по окончанию также здесь сразу, да. Но это приблизительно уводится все. То же самое вводим. Дальше пошли. У нас есть болхетины. У нас они стоят в позициях. То есть никуда мы их не передвигаем. Дальше смотрим. Драфт-сервей. Драфт-сервей, естественно, по факту делается. Но мы заранее можем уже прикидывать, что у нас будет получаться и какая константа. Сейчас у нас константа тут еще пока минус 453. Но это, конечно же, все неправильно. Идем дальше. Смотрим стабилити. Проверяем все данные. Лайтшип. Экскаватор с травизом у нас 65. Балхетина. Сейчас будем до 13. Экипаж полторы тонны. Топливо. Балластная вода. Пресная вода. Скиллэнелс. По-английски я, короче, не могу это слово прочитать нормально. Там, в общем, в машине вся эта масла. Вся эта херня, в общем. Слач и так далее. Все это тоже в счет идет стабилити, да. И также тоже density of water. Какая у нас будет во время погрузки. Ну, приблизительно 1.0.20. Дальше поехали. Initial record. По приходу, значит, тоже все данные вбиваем. По танкам. По топливным. По балластным. Что у нас будет на приход во время драфт сервея. Вот. У нас, значит, донные танки. Винги. Первые. Винги вторые. Винги третьи. Винги четвертые. Крестная вода. Примерно будет столько. Надеюсь, мы возьмем уже к этому времени воду. Про вот это месклонеос, да. Винги тоже данные здесь. Все они идут потом в драфт сервея сюда. Ну, формула работа, здесь автоматом. Тем не менее, бывает, формула сбивается, надо проверять. Дальше. здесь смотрим, да, финал финал, финал, финал в финале мы оставляем пока, потом у нас эти балласты, соответственно мы будем осуществлять погрузку в этой программе, соответственно постепенно будем эти балласты убирать с финального это к draft сервере, опять же, да, относится данные все то есть там уменьшаем топливо, воду запас сладч, соответственно, там прибавляется вот, и погрузка у нас рассчитывается на нашем судне грузится в 5 этапов навалочный груз у нас 2 трюма 1, 2, значит, сначала мы грузим носовая часть 1, 2 трюма потом кормовая часть, второй шаг потом третий шаг в первый трюм грузим, потом возвращаемся во второй сюда 4 куча и 5 куча пойдет здесь все это приблизительно под 1000-1100 тонн каждая куча соответственно, здесь осадки которые уже мы видим без груза пока еще ничего я сюда не закидывал то есть осадки вот с теми балластами которые я до этого сказал вот эти осадочки соответственно, мы их можем предварительно предварительно внести в Draft Survey Initial вот сюда сейчас я их вношу и посмотрим, что у нас получится с константой то есть она приблизительно должна быть где-то 30-35 плюс ну все ну все, я забил значит усадки, да предварительные какие у нас будут до погрузки на Draft Survey получилось меньше даже получилась вообще отличная константа 24,3 тонны у нас у Старпома, кстати, что-то проблема какая-то пришел новый Старпом у него константа что-то вылезала минус 40-50 тонн вот я вам перечитал и говорю у меня плюсовая получается все нормально в общем, он тоже обрадовался и вроде как нашел причину в чем там в чем была ну все, начинаем сейчас размещать груз о чем я и говорил, да начнем с первой кучи то есть в этой программе нужно иксом вставить, да поставил крестик а второй также иксом ставим удалять просто дыли на клавиатуре чтобы быстрее было делаем и тянем и вот так вот рисуем в общем горку не буду тут, соответственно, это все снимать чтобы быстрее вам все показать короче в видео все погрузили мы в общем первую кучу 1100 тонн смотрим, что у нас получается по осадкам то есть нос 388 почти, да корма 339 то есть у нас получился дифферент на нас этого не должно быть потому что мы все-таки откатываем балласт а так как до погрузки мы начали памп-аут то есть откачку балласта дип-танка дип-танки у нас в носу находятся два то есть я их начинал откатывать и возвращаюсь сюда и сейчас я их просто убираю ставлю ноль здесь ноль доставили эти уже сигнализации ноль, да все, смотрим обратно возвращаемся осадки отлично получилось грубо говоря 20 с лишним дифферента на корму то есть это отлично еще, ребят, пару слов хотел сказать все-таки начал новый контент пилить да, как я обещал по старковской теме ни с кого ничего платный там контент я не буду делать вот мне интересно, чтобы вы подписывались на мой канал Серж Севолф, естественно, да чтобы дойти уже наконец до 1000 и выше чтобы как-то уже развивать канал более продуктивно, так скажем да все давайте возвращаемся значит к расчетам все, у нас значит на дифферент нормальный первая куча погружена пам-пам в общем запись тут уже переусчитывали сначала я по-другому хотел грузить потом пообщался с капитаном что все-таки надо грузить так как всегда грузили хотя вариантов много на самом деле но это самый лучший то есть грузим вот как я уже говорил в начале да раз два три четыре пять ну, то есть это как бы не ломает пароход в общем идеальный в общем вариант запись веду сюда чтобы вас тут не сбить вот показываю вот я записал сразу же осадки что я откачал да какие у меня осадки получились на этот момент что потом при погрузке я уже примерно мог сравнить как по программе и как в реальности вот немножко разногласия есть конечно с реальностью и то что в программе всегда так но тем не менее около дела так возвращаемся в балласты да, финал который у нас остались значит первые винги, вторые, третьи, четвертые винги мы будем окатывать постепенно по следующей погрузке поехали сейчас уже грузить кормовую кучу и также естественно записываем сколько вы погрузили ну и здесь 1100 написано округлил не обязательно написать 1101 точность такая не суть важна в конце уже там будем последней кучей подгонять идеально сколько хочет наш судовладелец погрузить а хочет он 5601 тонну погрузили кормовую кучу значит 1050 тонн да сюда получился у нас дифферент на корму сейчас 3 метра это многовато конечно поэтому соответственно возвращаемся к балласту так как в том районе находится у нас четвертый винг мы его убираем то есть убрали мы значит четвертые винги но немножко ситуация получше стала то есть 2.40 грубо говоря метра на корму это терпимо учитывая что у нас эти понтоны да там выше 3 метров у нас и гендрик не поедет как бы не очень безопасно да можно просто не закрыться если необходимость такая появится но так как груз дождя не боится соответственно трюм будет заранее открыт пусть у нас все понтоны будут на свиминг пуле и на 13 то есть проблем не должно быть именно с этим грузом другим как бы немножко все намного серьезнее но тем не менее 2.40 гендрик должен ехать если с ним все хорошо проблем не возникает все записываем значит по этой погрузке осадки бумагу до сюда здесь я зачеркиваю уже то есть новые осадки сейчас будут и количество груза но оно уже записано потом в чистовую будет все красиво ребята еще вначале это забыл сказать груз мы грузим соответственно мы должны знать желательно максимально точно сколько у нас будет стоовый фактор в кубопутах он у нас 22 он очень тяжелый тут же программа перерасчитывает кубометры получается это очень важно не всегда дают точный ставочный фактор поэтому надо узнавать ну и исходя из хорошего опыта вы эту информацию можете в принципе сами знать все поехали сейчас в первые трем грузим туда 1450 загрузили в общем и третью кочу 1450 приблизительно как и хотел смотрим на осадки да опять у нас у нас дифферент получается на нас почти метр восемьдесят это очень много соответственно в этот процесс мы возвращаемся на финал и соответственно до начала мы уже должны были начать катку первых вингов и вторых вингов все и у нас остается только третий винг смотрим что у нас с осадками получается получается почти окей то есть где-то заранее если мы начали до того как трим стал уже на нас соответственно мы должны были успеть откатать вот теоретически практически тоже нужно это выполнить потому что иначе вода уйдет в нос и полностью откатать не сможем тогда придется после погрузки выхода на нормальный дифферент уже откачивать стреповать в общем снова механику что конечно ему бы не хотелось в общем около дела записываем нашу значит сколько загрузили четвертую кучу что откачали опять записано да количество и сейчас сюда пойдут осадки нос корма в общем остались у нас две кучи сюда значит погрузим 1100 да и потом вторую кучу тоже 1100 соответственно посмотрим как там будет по дифференту скорее всего сразу и будем откатывать третий винг немножко неправильно говорю третий винге у нас же их два справа и слева в общем третий винге я откатал получилось у нас 40 сантиметров на корму также вот эти стрелочки для удобства чтобы до погрузки вам было примерно видно как вы хотите чтобы у вас кучи были да чтобы центр более просматривался как бы использовал предыдущий старпом для удобства все четвертая куча погружена последний штрих нам остается догрузить совсем чуть-чуть до 4000 сейчас посчитаем сколько точно в общем последняя куча у нас пойдет 900 тонн ну все ребят погрузка выполнена мы даже немножко взяли больше сейчас скажу на сколько беру личный квадрат еще что-то нарисовал 5602 457 вот у нас тотал в тоннах также не забываем да конечно же если груз легкий соответственно считаем по объему это уже в отдельном уроке как считать по объему как высчитывать там неизвестную длину то есть насколько у нас груз в длину расположится да то есть не только балк же бывает различные коробки и так далее вот тоже расчет очень важен когда много разных грузов когда есть по твиндеки еще вот там немножко посложнее подольше рассчитывать но тоже это все как бы набивается очень быстро все сейчас окончательно вам могу покажу как это выглядит как видим балласты у меня на финал пустые на драфт сервей сейчас я кстати вобью сюда тоже предварительный да у меня же тоже получились осадки вот почти ровный киль 3 сантиметра там разница это идеально и соответственно не осадка у нас не больше 5-8 там по именно проходить по фарвату есть ограничения поэтому делаем так ну вот предварительный драфт сервей да даже мы его и не делали еще но тем не менее как оно будет примерно выглядеть мы можем наблюдать то есть цифра по драфт сервею почти сходится то что я погрузил то есть 5,595 а то что здесь да я нагрузил получается по подсчетам 5,602 это вообще идеально просто вообще ошибка до 1% сколько я знаю это норма тут тоже меньше получается все заполняем бумагу распечатываем наш план сейчас мы здесь красиво все обведем подпишем каждую кучу и распечатаем помните я вам про марку говорил в общем у нас же сейчас зимняя до 31 марта еще идет смотрим выходим стабилити все здесь же да пишет у нас overload not ok все остальное все критерии нормальные но перегружены возвращаемся обратно делаем summer все стабилити смотрим все load line ok very good не знаю так-то зимняя марта но судовладелец требует вот он дал задачу погрузить 5 часов мы грузим 5 часов так ну ладно здесь тоже покажу наверняка будут вопросы как я тут красиво все это делал выбираем insert фигуры свободную который freedom форм и погнали кто с excel хотя бы чуть-чуть дружит вообще тут можно вообще все идеально делать даже лучше чем я в ваших руках insert shape freedom особенно когда разный груз конечно же когда все подписано вот и забиваем да первую кучу которую мы сюда грузили двинуть можно немножко даже edit text и сюда уже можем писать какой-то текст подписываем что за груз сколько он занимает место также записываем насколько занимает место весь груз который в первом трюме он у нас занял 48% объема этого помещения компатмента если правильно говорить и 43% второй трюм соответственно каждой куче можем писать филинг 43.2 но это будет наверное не скорее всего не совсем правильно так что напишу в одной куче филинг 43.2 и так будет понятно что весь этот груз который во втором трюме занял 43% в общем все ребят распечатал наш каргоплан предварительный конечно же в компанию отправлять вот это не будет только для себя чтобы сравнивать когда будешь грузить ну и для помощника тоже будет более информативно так draft survey тоже распечатал погружен да капитану буду показывать ничего сложного нет надо просто соблюдать некоторые моменты также есть вот такая книжка которая балк каргобуклет называется здесь есть даже рисунок показан как судно данное должно грузиться мы эти пункты все и соблюдали мы даже погрузили в том же количестве фактически как здесь здесь немножко больше здесь 5800 у нас поменьше так и будем грузить таким методом все всем пока видео длинное но информативное это очень полезно конечно же это все в экселе работаешь на практике намного будет сложнее в чем-то надо проходить снимать осадки контролировать погрузку дефирент что-то может пойти не так метр туда метр сюда как бы неточность хотя здесь есть да в принципе видны все понтоны по номерам то есть мы будем их уже открывать заранее я буду делать даже типа флажки может быть когда уже сам буду загрузить то есть будут флажки весь куда как пойдет то есть позиции потому что когда откроешь уже не поймешь где именно стык между понтонами заранее нужно подготовиться до открытия крышек и тогда погрузка намного будет легче один строком так делал опытный хорошо ему помогал в этом плане и помощник не так сильно боялся на косячи все всем спасибо подписываемся ставим лайки всем пока пока